Я попробую доложить те самые результаты нашего отделения и в том числе упомянуть, что все вышеперечисленные, вышевыступающие специалисты обладают всеми теми же технологиями, которыми мы и мы, и наш центр, и естественно выполняется весь спектр реконструктивной пластической хирургии при наличии злокачественных образований молочной железы. Исходя из того, что все-таки у нас у онкологического учреждения, и которые наши коллеги уже озвучили, все-таки есть какие-то общие требования к хирургическому этапу. Это должно быть безопасно, должна быть соблюдена эстетика и, естественно, возможно выполнить симметричную операцию в зависимости от центра, в зависимости, естественно, от различных обстоятельств. Также было озвучено, что так или иначе хирургический этап лечения – это один из этапов лечения, который является комплексным. И поэтому наш этап, естественно, должен быть своевременным и не должен влиять на другие этапы. То есть мы должны выполнять нашу операцию в зависимости от возможных хирургических осложнений и стараться их не допускать. Также на слайде указаны специальные рекомендации, на которые ссылаются ведущие организации. Это рекомендации немецкой группы, которой мы точно так же следуем в нашем учреждении. И, опять же, любая операция на молочной железе должна содержать в себе так или иначе какой-то пластический компонент для того, чтобы любая операция на молочной железе могла сохранить и быть онкопластической. Мы должны думать о расположении рубца, об адекватном перемещении мягких тканей, для того, чтобы последующее проведение местного лечения в виде лучевой терапии могло быть более понятным для специалистов. И для того, чтобы могли идти вместе с нами в сторону деэскалации лечения. Естественно, нужно выбирать методику нашей реконструкции, потому что мы понимаем, что в любом случае в плане стоит лучевая терапия, которая может влиять так или иначе на окончательный эстетический результат. И, естественно, мы должны не забывать, что возможность выполнять смирающую операцию, она есть. От нее никто не отказывает, в ней никто не отказывает, поэтому ее нужно выполнять. Понятно, что в любом случае онкологическая безопасность – это фактор, который не обсуждается. И иногда, естественно, мы понимаем, что мы должны стараться сохранить все возможные анатомические структуры, о которых точно так же и упоминали мои коллеги и предыдущие докладчики. Но иногда, к сожалению, это сделать невозможно по онкологическим соображениям. Но при этом мы должны понимать, что благодаря пластической хирургии или онкопластической хирургии мы можем либо это восстановить, либо сделать так, что это будет не особо заметно. Онкопластические резекции, которые все вам хорошо известны, они выполняются практически в каждом медицинском учреждении, они стали очень понятными. И могут достигаться такой стойкий результат даже через какое-то большое количество времени, когда мы говорим о том, что в любом случае аутологичная ткань, либо собственная ткань, она может также подвергаться фатозированию, как бы мы не фиксировали верхний полюс. Онкопластическая резекция точно так же на тазированных молочных железах может выглядеть и стать такой формы даже через проведенное комплексное лечение. И мы понимаем, что результат достаточно приемлемый. Но опять же, исходя из того, что мы онкологическое учреждение, мы понимаем, что не вся онкопластическая хирургия должна заполонить все возможные типы операций. Потому что глобально, при глобальном изучении самих операций, мы поняли, что у нас недостаточно исследований. И опять же, есть проблемы, связанные с перемещением ткани молочных желез, потому что радиологи не могут двигаться в сторону деэскалации лечения. И приходится проводить более, так называемую, всеобъемлющую лучевую терапию, которая включает в себя полные дозы, то есть 25 сеансов. И это влияет все-таки, к сожалению, на результат, который будет достигнут после конца действия адювантной лучевой терапии в тканях. Напоминаю, это глобально до полугода может меняться форма окончательной ткани или молочной железы, если мы ее с вами оставили. Либо это может влиять на развитие различных проблем с имплантом, либо с экспандером в виде капсулярных контрактур вплоть до протрузии. Начнем с самого интересного, логичная реконструкция. Нам показали достаточно большое количество классных результатов. И мы, в принципе, тоже в нашем центре выполняем одну из самых сложных на сегодняшний день операций и самых эстетически приемлемых операций. Это диплоскутная реконструкция, когда берется кожно-жировой лоскут с передней брюшной стенки, перемещается, и из него выполняется реконструкция молочных желез. В данном случае мы сделали билатеральную и расщепленную диплоскутную реконструкцию, и это результат перед выпиской пациента. Нам очень нравится. Также мы используем диплоскутную реконструкцию пациентов не такого высокого индекса массы тела при выполнении отсрочной реконструкции. Мы понимаем, что у этой пациентки можно было уйти от сценария заплатки в выполнении самого лоскута, но желание пациента, опять же, отказаться от любых инородных тел в ее организме. Поэтому была выполнена вот такая операция. И мы видим, что достаточно ранний послеоперационный результат по наличию отека с правой стороны. Также мы широко используем лоскут, который мы активно посмотрели у наших иностранных коллег. Это лоскуты передней грудной стенки. В зависимости от питающих сосудов или питающей ножки они могут определить на большое количество результатов. Мы видим, что здесь, в принципе, локализация не совсем удобная у пациентки опухолевого узла расположения, и нужно восполнять дефект. Не всегда пациенты хотят менять форму, поэтому иногда приходится выполнять реконструкцию с помощью аутологичной ткани. Здесь указана разметка и указан результат после лучевой терапии. Мы видим, что ткани немножечко отечны, но при этом сам по себе рубцовая ткань или послеоперационный рубец спрятан в акселярной линии, и он не будет заметен у пациентов после проведения операции, лечения, и, в принципе, в белье он будет незаметным. Точно так же у нас есть образование, которое находится не совсем удобной локализации. Мы видим, что сам по себе физиологически в этом квадранте меньше всего покровной ткани молочной железы, поэтому здесь была выполнена реконструкция лекоплоскутом. Мы видим, что также рубец находится и уходит в акселярную область для того, чтобы он не мешал и не травмировал сам по себе кожный чехол ткани молочной железы. Еще один лоскут, еще одна пациентка, опять же, образование, которое находится в так называемом акселярном отростке, кто как это называет, или в верхнем наружном квадранте молочной железы. Опять же, не совсем удобная локализация при таком типе молочных желез, когда мы понимаем, что, к сожалению, мы не сможем как-то это с помощью онкопластической резекции восполнить. Поэтому на помощь приходит, естественно, выполнение аутологичной реконструкции лоскутом передней грудной стенки с довольно удобным рубцом, который прячется под рукой. И лоскут, который мы использовали достаточно давно в различных центрах, когда у нас с вами есть образование, которое находится под молочной железой, мы можем использовать так называемый лоскут для того, чтобы восполнить этот дефект, но при этом мы понимаем, что могут эти лоскуты самые коварные. Почему? Потому что, если проводится лучевая терапия, может быть небольшая деформация самой формы молочной железы в зависимости от того, что будет тянуть рубцовая ткань. Также мы широко используем мастектомию по типу Галдиолог. Она была первой описана в 2012 году. Это пациенты высокого индекса массы тела с апатазированными молочными железами, когда им выполняется полное удаление ткани молочной железы из доступа по типу перевернутой буквы Т. Когда сохраняется суховарный комплекс, удаляется вся ткань внутри молочной железы и с помощью некоторых техник формируется кожная имитация ткани молочной железы. Это очень операция, которая, если мы ее с вами делаем, то, естественно, в вашем медицинском учреждении должны быть к этому готовы все. И амбулаторное звено, которое наблюдает пациентов, и диагностическое звено, которое видит вроде бы какой-то объем и выполняет мемографическое исследование, и не видя там наполнения, естественно, чтобы не было какого-то диссонанса. Также в нашем центре проводятся операции по риск-редуцирующим операциям при носительстве мутаций в гении Берси или мутации высокого риска. И мы видим здесь результат после проведения биолатеральной мастектомии. С левой стороны у пациентки верифицировано злокачественное образование, с правой стороны выполнялась профилактическая мастектомия. И мы видим, что результат крайне удовлетворительный, симпатичный. В нашем центре проводилось большое количество исследований. И на самом деле самый большой опыт по выполнению реконструкции с помощью телубра. Это специальная сетка, которая не рассасывающая, титонизированный компонент, для того, чтобы мы укрывали нижний контур самого по себе импланта, который для снижения рисков развития осложнений. Наш опыт, который мы докладывали на большом количестве конференций, мы брали пациентов с различными индексами массы тела, с различными проводимыми режимами терапии или этапами терапии, для того, чтобы выявить, насколько нам может помочь данный сетчатый эндопротез в снижении операционных рисков. И мы видим здесь, что, в принципе, результаты даже при различных индексах массы тела, результаты достаточно приемлемые. И, опять же, сам по себе сетчатый эндопротез, он помогает делать так, что если мы ставим с вами анатомическую форму, или пациент желает выполнить реконструкцию с помощью анатомической формы, и мы помещаем анатомическую форму имплант под большую грудную мышцу, с помощью сетчатого эндопротеза, который заворачивается за имплант, мы создаем такой специальный карман, который будет стабильным, стойким, и мы не будем переживать за то, чтобы мышца не поднималась вместе с имплантом и не подвергала его рискам ротации или миграции. Также пациентка 7 месяцев после операции, после выполнения мастектомии с реконструкцией с помощью сетчатым эндопротезом и имплантами. И, естественно, мы не могли не сказать про операцию, которая также сейчас, как правильно было сказано, что сейчас есть тренд в деэскалации хирургического лечения злокачественных образований. Это вакуум-ассистированная биопсия, когда с помощью лекарственных методов лечения нам удается достичь полного клинического регресса и выполнить процедуру по подтверждению, но уже по морфологическому подтверждению полного регресса и не трогать форму молочной железы вообще. И мы, правда, считаем, что, наверное, самая лучшая операция, если мы говорим про гидзлокачественное образование, это когда мы понимаем, что мы можем сделать самую минимальную операцию, менее травматичную, и не вмешиваться в натуральную форму молочной железы, покуда нет такого желания у пациента. В принципе, все основы и те показания и наши мысли мы изложили, постарались в книге под ЭСА и Бресса. Это специальное общество хирургов, которые оперируют на молочной железе, совместно с нашими коллегами иностранными. Мы изложили в книге, которую можно легко заказать, она свободна, и там очень подробно расписаны те факторы, которые мы применяем для того, чтобы принимать решения, как уже правильно было сказано, что должны быть план А, план Б и план С, и все эти решения должны быть подтверждены какими-либо исследованиями, в том числе опытом учреждения, в котором проводится операция. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...